Доброе утро! Ну, вернее, может быть, у кого утро, у кого вечер, у кого день, я так радее поздороваться. Мало у нас завтраков, да? Прям мало. А вы просите, и я всегда такой думаю, да кому не нужны эти завтраки вообще? Люди встали, рабочие, как? Че было в холодильнике, все, чаем, запил и на работу. Ну, кому какие завтраки надо? Меня все равно не смотрят, как это называется, аристократы и дегенераты, да, кто пьет по утрам шампанское. А завтрак это все-таки такая штука, которая может быть только по субботам, в кругу семьи, когда никто не торопится, с утра проснулись, спокойненько папа приготовил завтрак, потому что папин завтрак всегда вкуснее, чем мамин. Но давайте быстренько приготовим что-нибудь интересное. Я, в принципе, из того, что у меня было в холодильнике. Просто техника немножко другая, я думаю, что вам понравится. Ну, а дальше тут ничего такого особенного нет. Вот смотрите, хлебушек нужно взять какой-нибудь вкусный. Хлебушек вкусный. О, вот этот хлебушек, вот этот хлебушек, это вот на такой хлебушек икру намазываете для гостей. Это Леха Валуев был в прошлый раз. Он говорит, ты что, Василий Николаевич, специально хлеб только купил для икры, блин. Мы ржали тут вообще как кони. С такими дырками, говорит, все вываливается. Много хлеба не надо, потому что, ну, у нас завтрак все-таки, а не хлебная корзина. Значит, теперь греночки. Нужно аккуратно срезать лишнее. Вот такими кубиками нарезаем. У меня здесь шматок масла. Шматок масла сливочного. Значит, вы можете со мной спорить, сколько хотите. Кто хотите. Яичницу надо жарить только на сливочном масле. Не хочу я, никогда не буду, никогда не мои повара и у кого я буду ставить меню в ресторанах. Никогда не будут жарить его на растительном. Никогда, потому что это ужасно. Яичница и сливочное масло созданы друг для друга. И это прям самый лучший союз из того, что я встречал в своей жизни. Поэтому история про то, что это бездушное растительное масло может вкусно сделать. Я даже в отелях всегда ругаюсь. И чтобы руганий не было, я заранее предупреждаю, прошу, говорю, предупредите кухню, чтобы на завтрак нам сделали яичницу на сливочном масле. Но ни в коем случае не на растительном. Растительное масло перегревается. Вы прекрасно знаете, что температура горения у них разная. Растительное перегревается, зажаривает кромку. Она становится казеиновой, невкусной. Согласен, погорячился с маслом. Но давайте сделаем вот что. Сначала грибочки, а потом решим, достаточно ли нам масла или недостаточно. Пусть пока оно вытопится заодно, превратится в топленое. Грибочки у меня шампиньоны. Ну, какие были, честно признаться. Вообще это, я не знаю, они бывают то белые, то вот эти коричневые подороже. Белые подешевле. Ну, не было белых, я купил такие. Тут не принципиально, используйте любые. Лишнее, значит, хлебушек вот сюда на сухарики. Потом в супец куда-нибудь добавить. Пока у нас обжаривают шампиньоны с одной стороны. Вижу все-таки многовато масла. Значит, если вдруг многовато масла. Я вообще люблю сливочное и считаю, что оно самое вкусное. Значит, что нужно сделать? Нужно собрать в одну сторону шампиньончики. Взять ложку и немного слить. Наслиться слить чуть-чуть. Теперь добавляем сюда гренки. Смотрите, гренок добавляйте немного, в зависимости от площади сковороды. На такую много нужно добавить. Учтите, что у вас еще должно остаться место для... Эй, улетела одна гренка. Хорошо, что Алиса не видит, иначе она бы... В себя бы. Оу-е, вот ты где. Значит, пока огонечек поменьше. Гренки нужно со всех сторон, чтобы обвалялись в масле. Где у меня? Одна вот не переворачивается. Значит, пинцетик взяли. Все, грибочки жарятся. Гренки сушатся. Они должны просто реально поджариться и подсохнуть. Но они должны быть в масле. Если они будут в масле, это значит, что они не так быстро промокнут яйцом, когда мы их зальем. Эти у нас идут тоже сюда. Подсушим, получим супер гренки. Чашечка. Ну и, соответственно, другая чашечка какая-нибудь у нас. Вот эта. Перепеленные яйца. Я уже у себя в сообществе, в сюжетах показывал, что перепелиное яйцо. Перепеленные яйца вскрываю так. Ногтем поддеваю верхушку. И выливаю. Если вдруг не хватает, нужно еще просто краешек. Опа. Вот так. Потому что как с куриным не получится. Не получится. Вот чтите, что, значит, скорлупки там все равно попадаются. Нет-нет. Тоненькие очень кусочки. Тоненькие-тоненькие. Поэтому я обычно всегда потом раз их и оттуда вытаскиваю. Чтобы ничего на зубах не скрипело. Вот такие вот моменты. Непростая эта работа из болота тянуть бегемота. Значит, в идеале, если не трындеть, это все готовится за 5-7 минут. Ну, у нас же как не трындеть, мы же не можем. У нас целый канал этому посвящен. В общем, распределили так гренки и грибы, чтобы у нас картинка красивая получалась. Жареный хлебушек оценят все. Я вас уверяю. Это будет бомба. Поэтому я и говорил вначале, что много не кладите грибов, потому что некуда будет выливать яйца. Куриные яйца льем вот так. Температуру сразу убираем. Второе льем вот сюда. Протыкаем белочек так, чтобы он растекался у нас по сковородке. А теперь перепелиные яйца. Льем как у нас тут получится. Опа! Вот они. Теперь ставим самый маленький огонь. И ждем, когда яичница прогреется нежно-нежно-нежно. Вот так вот. Да, масло я все-таки обратно сюда верну. Потому что здесь в итоге я правильно рассчитал. Масла должно быть достаточно. А то оно совсем мало. Все впитало его там. Хлеб впитал, грибы впитали. Хотите, чтобы яичница была красивая, не солите белки. Ой, не солите желтки. На желтках соль потом такие белые пятнышки появляются. Проявляет. Сегодня у меня пятерка по русскому языку там. Филологи сейчас нападут. Ну и когда уже яичница почти готова, глазуни. Ее нужно аккуратно выложить. Аккуратно посыпать зеленым луком. Для тех, кто любит поинтереснее. Для тех добавим красненького цвета. Ну и, конечно же, тут пару листиков укропа. Так, для украшения, не для чего больше. Чтобы укроп у нас не вял от тепла, который идет от глазуни. Держись, говорю, за томат. Это же твой друг. Вроде бы ничего не произошло. Нет ничего сверхъестественного. Нету никаких ингредиентов, которые не могли бы вы себе позволить. А при всей простоте, маленькие нюансы создают очень такую реалистично, романтичную картинку. Поэтому я всегда говорю, обращайте внимание на то, что вы готовите, на то, что вы едите. И то, чем вы угощаете своих домочадцев. Родственников, детей, девушку, парня, мужа, брата и так далее. Дедушки, бабушки. Я к тому, что вкус, он вот в простых вещах. Да, вроде сливочное масло, пару греночек туда-сюда. Греночка, пропитанная маслом, она не пропитывается яйцом. Они будут все хрустящие. Грибочек не любите, не добавляйте. Перепеленных яиц сегодня нет, завтра появятся. Вы вспомните, сделайте для любимой вот такой прекрасный завтрак. Я к тому, что экспериментируйте, чувствуйте и кайфуйте. Вот, пока.